Один из главных вопросов, который рассмотрели на сессии Горсовета, принятие изменений в бюджете города, в частности, что касается финансирования Департамента здравоохранения. Ранее фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова провела заседание, на котором депутаты рассмотрели меры, которые необходимо предпринять по борьбе с распространением коронавируса. В первую очередь депутаты решили, что необходимо обеспечить возможность каждому одесситу пройти тест на коронавирус, то есть закупить миллион тест-систем. Также фракция внесла предположение увеличить закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких минимум до 200 единиц. Как результат, Горсовет принял решение значительно увеличить сумму на приобретение средств борьбы с коронавирусом. Всего на Департамент здравоохранения было выделено 145 миллионов гривен. Из них 3 миллиона 200 тысяч будут направлены на закупку тест-систем для определения коронавируса. Также фракция Украинской морской партии предложила выделить Департаменту здравоохранения еще по 100 тысяч от каждого депутата фракции за счет депутатского фонда. Это предложение поддержали и представители других политических сил в городском совете. Мое предложение было и фракции наши, чтобы коллеги, у нас есть у всех депутатский фонд по 100 тысяч гривен из депутатского фонда, чтобы мы выделили на Департамент здравоохранения, для того, чтобы Департамент здравоохранения, будь это тесты или аппараты искусственной вентиляции легких, у нас в зале сегодня 64 человека. 64 человека по 100 тысяч гривен – это 6,5 миллионов гривен. Кроме того, с целью недопущения распространения коронавируса свою помощь городу предложила Одесская юрокадемия. Вышеобъединенное профессионально-техническое училище сферы услуг имеет возможность бесплатно отшивать 500 масок в день при наличии материала. В свою очередь студенты Медицинского института Международного гуманитарного университета готовы стать волонтерами в одесских клиниках. Вузы закупили 10 тысяч экспресс-тестов и в ближайшее время будет открыт специальный пункт, где малоимущие одесситы и пенсионеры смогут пройти тест на выявление болезни. Также вузы приобрели 4 современных аппарата искусственной вентиляции легких, 500 литров антисептика, аппарат для нагнетания кислорода и 10 баллонов кислорода. Также на сессии фракция Украинской морской партии инициировала вопрос о создании рабочей группы по вопросам функционирования Международной академической школы Одесса. Это инновационный проект, который не только решит проблему нехватки школ в городе, но и повысит качество среднего образования. Есть действительно огромное желание, чтобы уже 1 сентября этого года детки смогли пойти в лучшую школу, ну не Одессы, не Украины, просто лучшую школу, потому что, как вчера подтвердила директор городского управления образования Елена Буйневич, что аналогов нет и она не видела даже в более развитых странах. Напомню, накануне сессии Горсовета инициатор строительства школы Сергей Кивалов провел расширенное совещание совместно с директором Департамента образования науки Еленой Буйневич, депутатами Горсовета и духовенством. Почетный гражданин города Одессы, Одесской области отметил, что для того, чтобы в будущем обеспечить возможность бесплатного обучения маленьких одесситов из многодетных малоимущих семей, необходима поддержка со стороны города. Отметим, что уникальная школа будущего строится без единой копейки из бюджета города, области и страны.